Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам в редакцию поступил вопрос, почему в наши дни редко встречаются священники-носители благодати Божией? Почему их так мало? Почему мало духовников сегодня? Такой вопрос волнует наших слушателей и зрителей. Попробую ответить на этот вопрос следующим образом. Эта проблема не нова. Если мы с вами обратимся к традиции XIX века, к трудам святителя Игнатия Брянчанинова, то мы увидим у него, что он видел за свою жизнь лишь несколько человек-носителей благодати Божией, явно одаренных особыми дарами Духа Святаго. В то же время нужно сказать о том, что благодать Божия действует в церкви, действует в таинствах и действует на своих священников, какой бы священник ни был. Итак, мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Петра. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыканий, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой». Итак, действительно, Господь в Новом Завете из своих последователей делает род избранный, царственное священство, людей, взятых в удел, делает новый Израиль, который не по национальному признаку Израиль, но по вере в Иисуса Христа. Что же касается благодати? Благодать есть дар Божий, подарок. Он дается ни за что. Но мы с вами можем воспринимать благодать или не воспринимать благодать. Поэтому, например, мы с вами стараемся готовиться к тем или иным таинствам, молиться перед этим, стараться умягчить свое сердце покаянием, стараться умягчить свое сердце чтением Слова Божия и молитвы. Потому что наше существо может принять благодать в той или иной мере. Так, если мы с вами приступаем к таинству, то Господь подает нам обилие благодати, полную благодать, полноценную. Но можем ли мы воспринять всю полноту благодати? Мы можем взять только часть. Более того, обратим внимание на следующее. Благодать Божия и жизнь в благодати Божией — это все-таки не как что-то статичное. Благодать — это движущая сила. Господь своим ученикам говорит о том, что они — ветви, а он — лоза. Лоза с ветвями соединяются с помощью соков. Соки, которые циркулируют из лозы в ветви, из ветвей в лозу. Так и благодать. Если мы с вами остановим этот поток и будем набирать, 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 но никому не отдавать, если мы не будем реализовывать эти благодатные дары Господни, то мы просто отпадем, отгнием. В нас не будет этой жизни. Если мы с вами будем, наоборот, не принимать этой благодати, закроемся от нее, то мы отсохнем и тоже отпадем. Поэтому нужно обратить внимание на то, что когда мы получаем благодать, когда мы приступаем к тем или иным таинствам, которые подают нам эту благодать, нам необходимо ею делиться. Нам нельзя закрыться от наших ближних. Нельзя говорить, не обнимайте ко мне, не прикасайтесь ко мне, я причастник или причастница. Нет. Постарайся поделиться этой любовью. Постарайся помочь своим близким. Позвони тем, с кем давно ты не связывался. И тогда ты будешь жить в благодати. Но вернемся к ответу на вопрос. А почему же сегодня нет каких-то особенных духоносных священников? Они есть. Но дело в том, что многие люди пытаются и ставят целью своей жизни найти какого-то гуру, старца, который будет говорить все, что тебе нужно делать. Абсолютно. Как тебе работать, отдыхать, с кем тебе видеться, кого тебе любить, когда тебе рожать и так далее и тому подобное. Но это не христианский подход к жизни духовной. Христианский подход связан со свободой, христианский подход связан с разумным использованием дара жизни, который дал нам Господь. Христианский подход связан с тем, что говорит апостол Павел, «Все мне позволительно, но не все полезно». Действительно, есть те вещи, в которых не обязательно мнение священника, но очень важно самому сделать тот или иной выбор. И чем дальше мы будем уходить в церковную жизнь, и чем больше мы будем обращаться к текстам Священного Писания и Святых Отцов, тем большую свободу мы будем с вами получать. Поэтому сегодня особенное внимание я бы уделил чтению святоотеческой литературы, чтению библейского текста. Священник может ошибиться, священник может быть некомпетентным в том или ином вопросе, и это необходимо знать. И стараться выстроить систему на основании открытых Богом церкви своих святых, мнений своих святых. И так будет гораздо легче. Так будет безопаснее идти к нашему с вами спасению.